Мне удалось разобраться с Полтергейстом. Им оказался местный руководитель, который сошёл с ума и превратился в это существо. Григория получилось привести в чувство. Он частично вспомнил, что происходило. После чего я отдал ему объект, за которым они изначально пришли на локацию, и тот вызвал вертолёт для эвакуации. Теперь же мне предстоит выяснить, что происходит на Интаре. Не забудьте поддержать это видео лайком. Приятного просмотра. Друзья, я хочу познакомить вас с настоящим симулятором России. Эта игра – идеальный вариант, чтобы почувствовать себя в шкуре другого человека, который может быть кем угодно. Ты можешь пойти в армию и подняться по карьерной лестнице. Можешь стать полицейским, либо же наоборот бандитом. А может ты всегда мечтал подметать дворы? Я же говорил, это симулятор России, а значит и окружение будет для тебя узнаваемым. Родные хрущёвки и улочки, пивные ларьки, магазины – всё это есть в NextRP. А что по поводу вступить в банду и объявить стрелку другому клану за сфер влияния? Можно. В общем, скачивай игру по ссылке в описании. Тысячи игроков ждут тебя. Давай поговорим, что он там хотел. Что там у тебя? Ну, про осколок опять почему-то можно поговорить, но это не важно. Ты мне очень сильно помог, но я хочу попросить тебя ещё об одной маленькой услуге. Пожалуйста, передай учёным кое-что от меня. Сам что ли не можешь? После воздействия психики этого мутанта, да и после дикого запоя, мне надо восстановиться. Тебе же всё равно в ту сторону. Ладно, что там у тебя? Передай вот эту флешку профессору Сахарову. На ней цифровая информация сканеров, которую он попросил меня собрать. За неё я получу вознаграждение и отобью хоть какую-то часть денег, потраченных на экспедицию. А мне что с этого будет? Чувак, я же тебя уже отблагодарил. Больше у меня ничего нет, клянусь. Что с тебя взять с Горемыки? На вот, подлечись. Не понял, что это только что было? Голосовое сообщение, которое прервалось. А, там мутанты. Ого. Минус химера. Собака. Там теперь кто-то с той стороны. Минус кровосос. Опа-опа, и что такое? Музыка как будто слушает. Ваше предположение, какая музыка играет в их наушниках? Покрошили, твари. Это значит, вояки мне дали квест, да? Микропросьба, а награда будет какая-то мне за это? Молчит. Прикольный костюмчик, что тут можно сказать ему. Ну давай спросим про костюмчик. Чувак, ты здесь особо не мельтеши, окей? Мы на операции, между прочим. И ты нас не видел, ага. Ага. Что будет с Григорием? Хрен его знать, что с ним будет. У него контакт с НИИ, который он, судя по всему, не выполнил. И приятель его мёртв. Короче, в этом будут разбираться. Там, за периметром. Его будут судить? Теперь он под нашей охраной. И мы ждём вертолёт, чтобы отсюда его увезти. И мы увезём его отсюда живым или мёртвым. Ясно? Ладно, не буду мешать. И в принципе, как бы всё. А в смысле не выполнил, если я ему отдал бюст Ленина? То есть он выполнил такие контракты, он нашёл бюст. Что значит не выполнил? Опа, здрасте, ты кто? Не понял сейчас. Это что такое? Что он там прячет? Причём он не отображается красным цветом. Иди за мной. За кем, за кем? Ну пошли. Ага. Он меня куда-то везёт. Я направляюсь за этим черепом. Вот это он уже красным становится. Так он меня просто к выходу что ли везёт? Я там не был что ли? Нет, я-то там не был, но я прекрасно знаю, что там. А, холодильник. Спасибо за вещи. Какие? Не понял. У меня вроде бы ничего не украли. Что-то держит дверь изнутри. Здорово. Обыскать ящик. Шарик. Так, снысл, он украл мой шарик? Я сейчас вообще не понял, что это было. Но да, какой-то призрак украл мой шарик. Он был закрыт в холодильнике, я открыл его тут. Возможно, это какая-то пасхалка просто, знаешь. Закрытый в холодильнике персонаж. Пасхалочка к какому-нибудь Индиане и Жонсу. Или что-то в этом духе. Ладно, надеюсь, что кроме шариков он ничего не украл. А то будет, конечно, печально. Но с пояса ничего не снялось. На поясе самые топовые арты. Так, ну и давай в последний раз поговорим с Григорием. Посмотрим, что точно всё. Он ко мне больше никаких не имеет. Просьб, претензий, вопросов. С ним ни о чём поговорить нельзя. О, какой. Смотри, как растился, а. Зараза, подлюка. Давай свои щуплы. Пардам учёным. А, надо ещё по поводу осколков подумать. Да. Нет, всё. Ему только про артефакт можно сказать. И больше ничего. Что ж, прощай, Григорий. А я должен найти осколки. Осколок. Так он только что же был. Вот он, да, где-то здесь. Не понял, откуда я его подобрал. Но в итоге я его подобрал. И это у нас третий осколок. Да. Он там. Кто? Что ты видишь? Я уже ничего не чувствую. Мне показалось. В смысле, а кто он там-то? Скорее всего, это прошлый скрипт ещё раз сработал. А я всё так же в поисках осколков. Надеюсь, что будет что-то стоящее. Следующий артефакт должен быть где-то здесь. Опа. Что-то тут у нас светится. А это следующий осколок. Неплохо, уже 4. Опа. И вот тут ещё у нас что-то светится. Это... Ну что, он застрял, что ли? Нет, всё, подобрал. Отлично. Осколки срались... А, срослись в артефакт перекати поле. Смотрим. Перекати поле. Радиация плюс 40%. У меня радиация какая? 35 плюс 36. Ну, то есть, не самая лучшая защита. Хотя довольно высокая. Мелкие грузины, оказавшиеся рядом с вами, мгновенно погибают. Вот такой вот пассивный эффект. Ну, наверное, интересно. У нас можно воды набрать. Разбить ящики. О, энергетик. Здрасте. Опа. Мы сейчас не проверили, да? Погиб он или не погиб? А может и погиб, кстати. Я его ударил ножом. Хотя перезгружаться далеко. Ладно. Ещё, я думаю, будет у нас время проверить. Тут аккумулятор мне не надо. И, в принципе, мне тут больше ничего не нужно. То есть, всё. Я эту локацию точно уже всё выполнил. Прошерстил. Перекати поле. Собрал. Пойдём просто посмотрим, нельзя ли опять-таки что-то Григорию по этому поводу сказать. Что вот, мол, я собрал осколки. Может, он там какой-то совет бы дал. Не знаю, полезен ли этот артефакт. Не так уж и часто попадается. Прямо стаи грызунов. Ну, ладно. Опа. Не, ему вообще ничего нельзя сказать. Значит, уходим на янтарь. Всё. Квесты все нас ведут на янтарь. Будем смотреть, что и как. Вот, значит. Всё закрыто. Да, такой непроходимый забор. Ну, да. Нельзя вот тут наступить ногой. Тут второй перепрыгнуть. Согласен на все сто. С ума, блин, сойти. Забор так забор. Залить кислоту. А-а-а. То есть, вот зачем нужна кислота? Чтобы открыть этот забор. Ключ лидера группы разведчиков, засевших в подвале завода Росток. Хм. Ну, давай ключ, я не знаю. Видимо, можно было как-то сделать так, чтобы погиб данный персонаж. И вот таким вот образом проходить. Так, щитовая не трогается. Тут вообще у нас всё в дыму. Кислота мне, наверное, уже не нужна будет. Ух ты, батюшки. Кого травма ноги? С ума сойти. Тут, наверное, надо с болтом проходить. Ого, прямо передо мной. То есть, нам ещё надо постараться пройти данную аномалию. А вот тут сказал, что нужно именно по центру идти, правильно? Так, как-то мы теперь по-другому идти. Сохраняемся. Между двух огней проходим. Так, тут уже не так много аномалий. Ой, я опять всё-таки попал. Ладно, не страшно. Всё, выходим. В принципе, прошёл. Ужас, там всё в дыму. Кстати, интересно выглядит. Всё в дыму, вот из-за того, что жарко. Интересно. Так, значит, у меня травма ноги. Ну, вроде был артефакт, который выводит эту травму. То есть, я получил критическое ранение. А какой арт-то? А, у меня теперь два шарика. Стоп, подожди. Подожди. Он у меня что-то украл. Я думал, это шарик. Я что-то не обратил внимания, что у меня был шарик. Теперь у меня два шарика. Вот сейчас вообще не понял. Постэффект боли, постэффект критический... А, вот всё, стоит этот арт. То есть, ноги должны вылечиться. По логике вещей. Ждём. А я всё, ребят. Перехожу. Поздравляю вас. Вы поздравляете меня. Он там. Он там. Кто? Что ты видишь? Видишь эти обломки? Когда-то здесь взорвался вертолёт, наткнувшись на воздушную аномалию. В вертолёт этот отвёз боеприпасы и провизы для защитников периметра. Один ящик с добром уцелел, и его забросило в кусты. В кустах, говоришь? Ясненько. В кусты так, в кусты. Что у нас тут? Дозиметр. Самый стандартный. Скелет. Рация сломанная. А в какие кусты? Ух ты, ёп. Моё. Так, какие кусты? Сейчас найдём, не переживайте. Да что-то не работает. Мне говорили, надо 30 секунд подождать. 30 секунд прошло. Вот, значит, какой-то ящик у нас тут в кустах лежит. А в ящике в том патроны. 7 часа 2 бронебойные 3 пачки. Граната F1 2 штуки. 5.56 бронебойные 3 пачки. Пай-Ок. Пай-Ок. М-Р-Е. 3 штуки. Угу. Ну, пай-Ок нам только если продать. Да и кушать уже никакого смысла нет. Захотел кушать по-зелёному. Арт убрал, поставил батон. 2 минуты делов. Фактически сверкает аномалия. Вон она, аномалия. Вертолёт. Я, кстати, хожу без детектора. Аномалий. За что могу поплатиться? Опа. Тут на входе стоит рядовой Макаров военный. Тут ничего. Снорки на вас нападали, ребят. Здорово, служивый. Не стреляй, я не мародёр. А кто ты? Разведчик. Откуда здесь взялся? От верблюда. Пусти меня к командиру, пожалуйста. Не положено. Это режимный объект. Не сердись, солдат. Я тебе, а ты мне. Хорошо. Смотря сколько. Назови цену. Пять кусков давай. Держи. Замётано. Можешь проходить. Если что, я тебя не видел. До встречи. За пять кусков меня пропустили. Ничего себе. Так, у нас тут стоит Беттер. Но я на нём не буду ездить. Я уже знаю, что это такое. Просто обратил внимание. Что он там разговаривает? Ну давай, мы, наверное, всё-таки сначала пойдём непосредственно к учёному. Потом уже будем знакомиться со всеми обитателями данного... А, посторонний вход на прищ... В смысле? Я же свой. Вот это да. Ладно, пойдём действительно к командиру, раз наш главный герой сказал. Командир, так командир. Майор Ковальчук. Привет. День добрый. Меня зовут Жекан. Я разведчик. Что вы здесь делаете? Ну и зачем ты сюда пришёл? Что-то вы не рады меня видеть. С чего бы вдруг? У нас тут как на войне. Утром твари, вечером твари. И днём то же самое. А тут ещё какой-то хмырь вроде тебя. Как тебя мои бойцы пропустили? У нас тут режимный объект. Посторонний вход воспрещён. Ну пропустили и всё. Чего уж тут? Не серчай, командир. Лучше расскажи, чем вы тут живёте и занимаетесь? И где учёные? Я хочу с ними поговорить. Блин, ну ты наглый. Хотя с виду под описание вроде как не попадаешь. Какое ещё описание? А никакое. В общем так. Здесь у нас база научной экспедиции. Главный учёный профессор Сахаров. Он заведует научными делами. Делает опыты и всё такое прочее. Я майор Ковальчук. Отвечаю за охрану. Мои бойцы охраняют базу и ассистентов Сахарова. Во время их опытов. Всё, что внутри этого забора, база. Всё, что снаружи, зона. Ясно тебе? Вполне. А можно поговорить с профессором? Зачем? Посоветоваться насчёт артефактов. Нет, нельзя. Он улетел за периметр. Будет через три дня. Тогда и приходи. Хм, странно. Говорите, что улетел, а вертолёт вон на крыше стоит. Какого чёрта тебе вообще здесь нужно, бродяга? Вали по-хорошему, а то... Спокойно, я всего лишь... Тревога! Охренеть, сколько их. Так они всех перебили сами. Я, может быть, парочку замочил. Что-то у них ног нет никаких. Так, ладно. Пойдём поговорим опять. Отбились, командир? Пока что отбились. Но они ещё приползут. Ну теперь ты пустишь к учёным? Не терчай, бродяга, но у меня приказ. Ага. И опять можно ему это сказать. Такое чувство, что мне намекают, чтобы я пошёл и логово снорков где-то замочил. Потом ему сказал, что больше не перейдут, командир. Я их замочил. На это намёк или как? Тут вода есть, костёр, ребята сидят. Пойдём с пинчугой поболтаем. Привет, порядок? Эх. О, привет, земеля. Слушай, у тебя закусить что-то есть? Бухаешь, солдат? А командир что говорит? Мужик, он же в кур... в курсе. Только что он сделает, если я единственный механик в лагере. БТР-то чинить надо. Что с ним? Как что? Сломался, конечно. А ты что, ду... Эх, думал. Нашёл, где и когда нажираться. Здесь надо держать ухо востро. А я не пью, я лечусь, понимаешь? Моя очень больна. И чем же ты болен? Страхом. Тут семь болеет периодически. Слушай, мне нужны детали. Разные там. Короче, ну чтобы новые. Хорошо? Колеса, подшипники, баки, аккумуляторы. Если что есть, приноси. А что за это я получу? Денег у тебя точно нет. Можешь не рассказывать. Зато есть водка. Я лично заначку майора распотрошил. Только... Ну ты штрих. Ладно, посмотрим. Детали нужны, подшипники забирай. Водка, сталкировка. Ну и как бы всё? Ха. Да мне не то, чтобы она нужна. У меня её и так одни местом жуй. У меня тут типа нычка своя. И тоже кое-что лежит. Так, а зачем? Пока вот вообще непонятно. Вроде со всеми поговорил. Но как-то тухленько. Ладно, пойдём посмотрим. Эй, разведчик, подойди. Надо поговорить. Я за контейнером у забора. Это меня обратно, значит, зовут. А, это я вам так понадобился, да, сразу? Опускать меня никто не хочет в бункер. Ну и вообще здесь как бы нет Сахарова в контактах. Так что он и вправду куда-то делался. Вот он, значит, стоит. Я получил твоё сообщение. Спасибо, что откликнулся. Я краем уха слышал твой разговор с майором. Он не пустил тебя в бункер, верно? Да, он сказал, что там карантин. Никакого карантина там нет. Слушай, разведчик, ты должен помочь нам. Нам это кому? Мне и профессору Сахарова. Но он же вроде как улетел. Никуда он не улетел. Его похитили. Кто это сделал? Мы не знаем. Я опишу тебе ситуацию. Сначала здесь было спокойно. Мутантов мало, нападали они редко. В основном друг с другом грызлись. Профессор с ассистентами проводили свои опыты. Мы их охраняли. Однажды ночью я заступил на дежурство. Моя задача была патрулировать двор. Вдруг мне так сильно захотелось спать, что я не выдержал. И уснул прямо под кустом. Единственное, что я смог вспомнить поутру, это три каких-то сутулых фигуры в плащах с балахонами. А потом выяснилось, что Сахарова кто-то похитил. Прямо из его комнаты. Майор хочет отдать меня под трибунал. Но я не виноват. Похоже, мне посыпали снотворного. Продолжай. Похитители больше о себе не заявляли. Мы, конечно, искали, но сержант с помощником ушли прочесывать окрестности завода и пропали. Майор решил больше не рисковать. Запер ассистента в бункере и прекратил поиски. Но мне кажется, что ты опытный разведчик и можешь помочь. Ведь ты добрался сюда пешком. А это о многом говорит. Прошу тебя, найди профессора. Спаси его от смерти. А меня от трибунала. Расскажи, что еще знаешь. Хорошо. Слушай полезную информацию. Очевидно, те, кто украл Сахарова, продолжают следить за нашей базой. Я прошлой ночью разглядел на соседнем пригорке какую-то фигуру. Еще я успел заметить, что неизвестный вроде как возился с чем-то на земле. Наверное, он обустраивал тайник. Ты должен сделать так. Дождаться ночи. Если появится, сразу же не стреляй, а подожди, пока он не найдет свой тайник. Запомни местонахождение схрона. А потом можно будет притащить тело в лагерь. Тебе понятен мой план? Понятен. Но зачем тащить сюда труп, чтобы показать его майору? Есть у меня одно предположение, которое должно подтвердиться. Оружие с прицелом и ПНВ у тебя есть? Опа. А если сказать нету? Ну у меня вообще-то есть. Ну допустим нету. Это усложнее дело. У меня тоже нет. Но СВД и прибор ночного видения были у одного нашего товарища, который недавно утонул в болоте. Возможно тебе удастся найти его вещи. Вот координаты. Будь осторожен и не спугни лазутчиков. Иначе он спрячется и все пропало. Хорошо. Ага. То есть можно просто получить СВД на халяву. Ну как на халяву? Я конечно буду рисковать жизнью, залезая туда. Давай в местный ящик все сложим. Надеюсь отсюда он не украдет. Всякие ненужные мне предметы. Пайки и прочее. Две рации и одна сломанная рация. Пытался сделать из армейской рации ФМ радиоприемник. Но видимо у него ничего не получилось. А это прям полноценная рация. Все это убираем. 97 килограмм. А кстати у меня есть медицинские наборы оказывается. Надо лечь им ноги. Которые не вылечиваются от артефакта. Почему-то один армейский бинокль весит больше чем другой. Не понял. У меня более легкий. А это более тяжелый. Причем что они в принципе абсолютно ничем не отличаются кроме веса. Что? Это что-то такое странное непонятное. Ладно я более тяжелый убрал. Может какой-то в нем секрет запечатлен. Кто знает пишите в комментариях. Так ну и брайя марта. Которую я пока не использую. Еще сильнее разгрузился. 65 килограмм. Конечно что-то есть еще арта. Типа улитка. Вот зачем мне улитка? Яно же я ее никак не буду использовать. А она весит 400 грамм. Немного не мало. Кстати я же ему вроде отдавал подшипники. Подшипники. Все. Все подшипники отдал. За несколько бутылок еще водки сверху. Шарики пожалуй тоже уберу. Я надеюсь из этого ящика реально ничего не пропадет. Иначе это ужас какой-то. Маска теперь нам тоже не нужна. Насылать порчу. Но я не знаю. Это такое какое-то. Причем эта маска всего 1 рубль стоит. То есть я ее и не продам. К тому же. Конечно мне нужно произвести ревизию артефактов. Поставить какие-то арты. Которые я вообще никоим образом не буду снимать. И какие-то меняющиеся. Там на починку. Ну например винторист у меня уже починился. Да? Да. Броня починилась. Зачем мне паук занимать целое место. Хотя броня у меня уже починена. Зачем? Убирать его. Поставить что-то другое. Карма нейтральный уровень. Ну например батлон можно пока временно поставить. Пока голод уберется. Кстати время уже ночь. Мне нужно срочно за СВДшкой идти. Поэтому ребят давай. Собираем волю в кулак и погнали за СВД. Тут что? Неизвестный. А он уже что ли пришел? Ну СВД нам в любом случае надо взять. Хотя знаете я думаю. А зачем нам бежать за этой СВД? Если она все равно не считается в снайперское оружие. Давай поднимемся. И просто отсюда посмотрим на того кто должен прийти. Этот вор. Значит он у нас где-то тут должен быть. Я должен занять место на крыше. Правильно? Дождаться ночи и спрятаться на крыше бункера. Ну в принципе сейчас ночь как мне кажется. Время 21.48. Хотя возможно за ночь тут считается 22. Опа. Что-то сработало. Дальше что? Дождаться пока неизвестный найдет свой тайник. Неизвестный уже идет. Опа. Это бюрер. Смотри что вытворяет. Так он куда-то в другую сторону совсем идет. Так и все он спрятался. А нет встал. Все фиксирую его. Сижу за коробкой чтобы он меня не заметил. А то же сами понимаете что будет. Обновлено снова. Что там обновлено? Ну вон фиксирую тайник между двумя деревьями. Пострелить неизвестного. А давай. Готов. Забрайся держим тайника. Погнали. Ну подлюка. Здесь бюреры украли профессора Сахарова. Серьезно? Мне это прям как-то странно. Так где-то что-то тут было верно? Или тут? Так я уже потерялся. Вот он зараза лежит. Забираем руку. Смотрим что в тайнике. Рация. Егорова. Найденная в окрестном техзаводе Янтаря. Все спокойно ночи обновлено. А теперь самого покойника надо как-то притащить. Shift плюс F. Так он не тащит? Все тащит. Подожди мне удерживать надо. Да все удерживает. Поехали. Ну как-то сложно в общем-то тащить его. Постоянно он падает. Вот видишь. Вроде бы несу. Все нормально. Но что-то непонятное это творится. А притащить мне его надо куда конкретно? К майору Квальчаку. То есть главному вообще. Ну и урод. Обновлено. Ну и урод говорит. За что так обозвал ты-то его? Посмотри командир кого я притащил. Ну и урод. Где ты такого нашел? Подстрелил на ближайшем холме. Откуда он следил по ночам за вашей базой? Похоже что это лазучик. Скорее всего его послали те кто похитил Сахарова. Кроме того в его мешке я обнаружил рацию. Откуда ты знаешь что его похитили? Впрочем я догадываюсь. Кто-то из моих бойцов проболтался. Ладно. Признаюсь честно. Я думал что профессора украли бандиты. Ведь плащи с балахонами здесь носят всякие криминальные утырки. Чтобы скрывать свою внешность и втираться в доверие. Но теперь я вижу что это какие-то уродцы карлики. Да и рация наша. Ее носил с собой сержант Егоров. Который пропал. Ты вроде как знаешь зону. Что можешь сказать насчет этого? Я видел много мутантов. Те из них которые похожи на людей. Скорее всего являются жертвами секретных экспериментов. Их бросили в зоне после второй аварии. Очевидно мы имеем дело с такими вот жертвами. Допустим. Но зачем они за нами следят? Чтобы узнать это нужно найти их логово. А заодно спасти профессора Сахарова. Если он еще жив. Почему ты не организуешь серьезные поиски? Во-первых. После исчезновения ученого из штаба. Поступил строгий приказ. Всем военным запрещено покидать территорию базы. А ученым нельзя выходить из бункера. Скоро сюда прибудет военная вертушка. И заберет оставшихся ассистентов. Потому что без Сахарова они не могут продолжать научные опыты. Во-вторых. Я уже отправил сержанта и рядового на поиски. Но они пропали в бизнесе 3 дня назад. Кстати. За все это с меня спросят по прибытию домой. И вряд ли я отделаюсь отставкой. Скорее всего придется тянуть срок. И чем больше моих людей вернется живыми из зоны. Тем меньше лет я проведу за решеткой. Положение у вас критическое. Но я хочу помочь. Я притащил этого мутанта к тебе. Чтобы ты мне поверил. Если не хочешь жертвовать своими людьми. То я сам отправлюсь на поиски пропавших. Дай мне координаты места. Откуда последний раз выходили на связь пропавшие бойцы. Да. Теперь я вижу что ты честный малый. Если сможешь вернуть Сахарова. То я тебя озвучу. Вся надежда на тебя разведчик. Я не подведу. Тогда вот тебе координаты. Это в районе заброшенного завода Янтарь. Недалеко от входа. Отлично. Много всяких армейских приблуд. Это и дропи 545. И 762. Ладно. До встречи. Тут все. Дальше что? А дальше все. Идти вот в это место. Связаться с пропавшими военными. Сомневаюсь что они там есть. Но проверить стоит. Боец отсюда ушел. Я бы конечно поспал тут наверное. До утра. В принципе кушать не хочу. Пить не хочу. Сохраняемся. Спим. 8 часов. Я поспал. Тут у нас утро. Ну что я вам предлагаю? Во-первых все таки сходить на болото. За снайперской винтовкой. Хотя теперь пропала метка. Неужто и... Не. Сомневаюсь что пропала бы СВД. Но с другой стороны. А зачем нам СВД да? Вижу уже покойника. Но надо наверное поставить сканер. Саря прям как раз чуть не влетела в аномалию. И уже аккуратно со сканером пойдем. О снорки здорово. Попадем он конечно быстро уже не бегает. Где он там маленький? Не знаю вот. Пусть отдыхает. Так ну боится тут у нас в аномалиях этих лежит. Которые. Ух ты да. Они прям тут везде. А как я пройду? Как-то если я прошмыгнусь. Они вообще реагируют на болты эти аномалии? Ну как бы да. Смотря вот тут вроде кидаю. И она не реагирует. Поэтому пойдем аккуратно. Отлично прошел. Тут и ПНВ. И у него мы находим СВДС. Мощная сайперская вент. Ну мы уже играли с СВДС. Я ее даже брать не буду отсюда. Пусть лежит. Только ПНВ забрал. Потому что думаю. Потом Сахарову можно будет продать. За хорошие деньги. К тому вертолюту я так понял смысла идти нет. Общак разведчиков. Не понял. Какой общак разведчиков? Так общак разведчиков метко лежит тут. А. Взломать сейф. Так у меня же рука мародера есть. Ну вот наверное надо ее поставить. Вместо того же прибора. Вот она. Давай пробуем сохраниться. Куртка мародера. Которая позволяет чуть больше килограмм переносить. Ну и так по мелочи какое-то барахло. Стоило ли но понижение кармы? Давай посмотрим какая сейчас у нас карма. Ага уже желтая видишь? То есть это все еще нормальное. Но. Но. Да. Слушай а как я буду тут повышать карму? Ведь я еще ни разу не видел. Чтобы тут летали какие-то аномалии повышающие ее. Давай пожалуй я отгружусь. Потому что. Тут не такой уж и классный хабар. А карма хорошая мне нужна. Все. Скинул кое-что лишнее. 64 килограмма. Сохраняемся. И побежали выходить на связь с военными. Что такое? Что видишь ничего мне показалось. В смысле? Так ты что среагировала? В смысле мать? А что это было? Ага. Не понял абсолютно. Кстати по поводу камерера. Что там? А так он внутри сидит. Понял. То есть он ассистент который сидит внутри бункера. Почему камаз горит? Ясно я загорелся. Молодец. А там много снорков. Ё-моё сколько их там. Все таки да. Это логово. О котором шла речь. Если я его зачищу то возможно получу какой-то прикол. Ух ты. Ух ты. Ах ты тварь. Все таки пробрался. Где ты вообще? Многие из них просто попадают в аномалию. Ну все боль. Боль либо профенчиком. Который мне дал военный. Останавливаем. Так ну и. Кто-то еще есть. Пока видимо я всех не замочу. Я не смогу вернуться к военному и сказать что я всех замочил. А он не там прыгает. Обалдеть. Их вообще меньше не становится. Все что ли? Не ну кто-то как бы меня видит. Вон он. Вот теперь-то вроде как все. Уничтожены снорки. То есть я прям взял и уничтожил их логово. За это мне должна полагаться награда. Потому что тут было больше десятка. Тут рюкзак. Пустой. Колесо. Это мы отнесем нашему товарищу. Ну и может тут еще что-нибудь. Например. Опа. Скелет. В самом автобусе еще колесо. Вот это что? Ну и скелет как бы просто стоит и все. Ничего такого. Они в такой позе странной. Уже не первый раз я нахожу. Так. 77 килограмм. Пока не критично. Можем идти дальше. А именно в место где надо связаться с военными. Попытаться. Опа. Вижу нейтрального сталкера. Сержант Егоров кстати. Тут вход перегорожден. Так. Надо наверное его рацию попытаться использовать. Хотя как если она у меня. Прием-прием. На связи сержант Егоров. Прием ты разведчик. Прошу помощи. Я заблокирован в одном из зданий. На территории завода. Перепасы закончились. Чем я могу помочь? Ворота завалены. Я подскажу способ как попасть сюда. Окей. Где профессор? Вы нашли его? Да. Я знаю где он находится. Но самому мне не справиться. Слушай внимательно. Пойди направо вдоль стены. И найди три гаража. За ними я спрятал веревку. С ее помощью можно перебраться через забор. Но берегитесь карликов. Они охраняют двор. Я нахожусь в большом цехе справа от ворот. Задача ясна. Вот такие вот дела. Тут значит нас. Пропал Егоров. Тут схрон. Того самого Егорова. Да что там эти карлики? Причем меня кто-то видит кстати. Они карлики или случай? Пусть попробуют что-нибудь рассказать моему винторезу. Так вот три гаража. За ними схрон. А тут ничего не будет. А то мы с вами знаем. Ооо понятно. Тут вот эти души. Но вот они кстати могут вполне что-то скрывать. Но тут вижу пока что просто скелеты. И как бы все. Палатка. Опа. Интересно. Ух ты что здесь. Это наверное и есть научный лагерь. Запороленная дверь. Прибор. Научный. Но пока ничего. Полагаю что это в будущем. Как-то будет задействовано. Это еще и считается безопасным местом. Так. Я вроде как на месте за тремя гаражами. Ага. Вот тайничок. Скрываем. Веревку берем. Веревку наверное надо использовать. Правильно я понимаю? Сохраняемся перед этим. И используем. Невозможно исп... А где надо использовать? Хм. Нужно искать место где нет решетки что ли? Слушай а может мне с этим дедом опять связаться? Типа я нашел. Использовать. Не нельзя уже. А я считаю это просто раса. С ней тоже ничего. Или мне нужно с ним конкретно вместе связываться? Вот в этом. Нет значит что-то не понимаю. Пробраться на территорию. А где же мне веревку-то? Тут наверное закинуть ее надо. Давай попробуем. Ага. Все я типа перелезаю. Там кстати покойника вижу. Это скорее всего рядовой. Ай. Не понял. А впилился все равно тут. Я же вроде пытался тут. Ладно. Разбиваем ящики. Сохраняемся. И идем к сержанту. Надеюсь что с ним все нормально. Еще ящички. Тиски использовать никак нельзя. Патроны. Ну что? Ого у него тоже винторез. Я здесь. Как обстановка? Дела идут хреново. Мы с Кравцовым пробрались сюда. Когда проход еще был свободен. Карельки встретили нас. И мы ничего не смогли им сделать. Почему? Не знаю. Мои руки опустились. Ноги сковало. Ни я, ни рядовой не смогли открыть по ним огонь. Похоже эти твари очень хитрые. И понимают что без оружия мы ничего им не сделаем. Как-то очутился здесь. И где второй боец? Они оглушили его железной бочкой. А я ползком добрался сюда. Пока они его добивали. Что самое странное. Окружающие предметы им повинуются. Они поднимают их в воздухе и швыряют на дальние расстояния с большой силой. Если честно, то не знал что делать. Хорошо, что ты пришел. Кстати, кто ты? Я же говорил, что я разведчик. Меня прислали за профессором. Скажи подробно, где он? Через окно я наблюдал за высоким зданием напротив. И видел его в одном из окон. С ним были эти карлики. Они толкали его и куда-то тащили. Что-то они замыслили. Эти твари. Я так понял, тут можно по силовому поступить. Просто их замочить. Но есть другое. Вариант просто что предложишь. Послушать его. Судя по всему, карликов там немало. Убить их очень сложно. Потому действовать будем с определенной осторожностью. Сначала разберемся с теми, что патрулирует двор. Их трое. И я давно слежу за ними. Ты будешь отвлекать их. А я, пользуясь моментом, ликвидирую мутантов по очереди. И своей бесшумной винтовки. Хорошо, как их отвлечь? Покажись им на глаза и сразу же спрячься. Тварь становится на месте, чтобы швырнуть в тебя предметом. А я ее сниму. Главное опасать летающих бочек и ящиков. Бьют они сильно. Когда ликвидируем охраняющих двор, приберемся в большое здание. Договорились? Ага. Так у меня тоже, между прочим, снайперка. А почему же они тебя не стали добивать? Неужели они тебя конкретно тут уже не чувствуют? Ладно, приступаем к операции. Убить трех карликов-охранников, а почему-то на иконке кровосос. Хотя должен быть бюрер, по идее. Ладно. Субтитры создавал DimaTorzok